Всем привет! С вами Наталья. И показываю вам, в общем-то, неприглядный цветок. Да, вот всегда вот такую красоту хочется показать. А сейчас я показываю вам хризантему и почти перецвешу. Ну, кустик вообще красивенький, да? Что это? Хризантема, которую я выкопала на огороде и посадила в горшок, и у меня находилась эта хризантема на балконе. Ну, для чего? Ну, вообще эти хризантемы, вы знаете, есть сорта, которые вымерзают зимой, есть, которые не вымерзают, но любимые цветы, любимый цвет, который мне нравится, я всегда кустик убираю в подвал. То есть, вот, хоть он вроде и зимостойкий, но, вы знаете, зимы разные бывают. Если не вымерзнет, так выпрет. Поэтому вот цвета, те, которые мне нравятся, я обязательно убираю по кустику в подвал. Ну, когда я это делаю? Во-первых, когда уже почти набухшие цветочки, я выкапываю и сажу в горшочки. Ну, и у меня красота на балконе. Ну, балкон, в общем-то, хозяйственный, да? Вышла, посмотрела, зачем-то взяла, глянула и на цветок красивый. И вот так вот у меня этот вазон, он не один был, разных расцветок. Они были на балконе, и когда уже полностью перецветут, я начну срезать. Ну, для чего я показываю видео? Знаете, я сама видела некоторые видео, когда вот посадили в горшок, хризанты ему говорят, ну, а теперь мы сейчас обрежем и спустим в подвал. Я так не делаю. То есть, вот посадим цветок в горшок, он у меня находится длительное время на балконе. Ну, как позволяет погода. У нас морозов сильных еще не было, но, в общем-то, на балконе. Для чего это делается? Потому что, если вы просто посадите в горшок и сразу обрежете вот эту вот массу, у вас не успеет нарасти корневая система. А если он у меня тут поживет, скажем так, да, порастет. Не просто я его посадила, он порастет у меня в этом горшке. И вот здесь вот сейчас корневая масса разрослась. И много будет на следующий год весной отростков. И я с этого куста могу кустов с 20, ну, смотря какой, насадить себе. А если вы, посадив его, сразу обрезаете. Ну, вот, смотрите, у меня вот сейчас он перецвел, да. Сейчас у меня перецвел. И я вам покажу. Я весь куст не буду обрезать, потому что он у меня еще погодит. И обрезаю вот на таком вот расстоянии. Не совсем под корень, но немножко оставляю. Вот так вот я пообрезаю. Но, опять-таки, сказала, вот у меня еще они не все перецвели. Пусть еще вот побудут вот в таком вот виде. И потом я обрезаю и спускаю в подвал. Вот так вот я сохраняю свои хризантемы. А весной достаю, и получается здесь множество отростков. Я могу и себе насадить, и поделиться, и раздать друзьям своим. И еще раз повторяю, что посадив в горшок, не спешите обрезать эту массу. Потому что растет верхняя часть и растет корневище. Если вы обрежете верхнюю часть, корневище у вас не наберет того размера, и не будет огромного количества этих отростков. Ну что ж, я думаю, мой совет должен пригодиться. С вами была Наталья. Размножайте и сохраняйте хризантему. Это очень легко. Всем пока!